так друзья возвращаемся к поговоркам о знаем ли котель стены имеет уши но с тем же смыслом что и одноименная русская поговорка узнаем это уши котель это стена узнаем ля котель буквально уши на стене стены имеют уши и вторая поговорка противоположная ей по смыслу звучит как звук аль хакир муха на стене звук это муха аль это на предлог на кир это стена хакир муха на конкретной стене значит употребляется она в разных выражениях но со смыслом хотел бы я присутствовать при том разговоре как муха на стене то есть тайна чтобы знать о чем там говорилось да то есть 1 1 поговорку как правило говорят смотри стены имеют уши ты ты здесь не говорят каких-то тайных вещах да потому что стены донесут они имеют уши а вторую поговорку звук аль хакир говорят как правило в том случае когда вот я хотел бы присутствовать тайна как муха на стене чтобы знать о чем они там говорили следующая поговорка распространенное выражение на иврите звучит так наедорыш на и микаем наедорыш на на микаем дословно красиво требуешь красиво и исполняй да ну смысл тут понятен на и вообще слова на и да ну как бы многофункционально в нем много смысла выврите например какими существительное назначает уголок до пина еще вот но как имя на речи да на и как на речи означает хорошо как то вот на на и как прилагательное означает красивый прелестный подходящий приятный пригожий миловидный изящный славный видно щеголоватый благоприятный ведь как много слов на и красиво здесь вот именно как как на речи использованное слово на и хорошо требуешь или красиво требуешь красиво исполняй но и дорож на и дорож дорож ледрож это значит глагол ледрож требовать искать расследовать проповедовать а вот кстати произошло оно от слова дорож дорож означает проповедник на и дорож красиво требовать на и микаем красиво требуешь на и микаем микаем от слова от глагола лекаем выполнять исполнять подтверждать соблюдать сохранять устраивать далека м то же самое очень много различных значения у этого слова каем есть такое существительное но означает как бы живучесть устойчивость они к ям я живуч и они я устойчив к ям имя прилагательное означает существующий сущий настоящий постоянный живущий действительно имеющий силу на и дорож на и микаем красиво требуешь красиво исполняй или как бы как бы мы сказали по-русски если требуешь то исполняем следующая поговорка звучит так хавырим ешь рак ба эгет рак ба эгет значит вот ее используют тогда когда нужно избежать долгих объяснений между товарищами что их дружба себя исчерпала или отвладить какого нибудь набивающегося в друзья израильтянина не хочешь ты с ним дружить он тебе набивается в друзья ты ему говоришь хавырим ешь рак ба эгет дословно друзья есть только в эгет эгет это автобусная компания ну в которую там не знаю было престижной наверное когда эта поговорка так сказать появилась на свет то есть только в какой-то компании друзья есть только в тесной работе остальные друг другу как бы посторонние люди но отчасти в израиле это так и есть поэтому если вы хотите кого-то отводить вы говорите такую простую интеллигентную фразу хавырим ешь рак ба эгет хавырим друзья ешь есть рак только б в эгет друзья есть только в компании эгет но никак не мы между собой извините следующая поговорка звучит так дим прита к 1 м а вернее точнее дин прута к 1 м а дин прута к 1 м а смысл у нее такой относись к малым делам как к большим то есть по русски мы бы сказали нет дел малых или больших относись серьезно каждому делу значит дим это вообще суд до прута прута это мелкая монета размен но еще иногда бренчане на гитаре а мы это сто сотни иногда в значении многое используется дин прута суд как бы мелкой монеты суд маленькой монеты маленький суда как суд большой дословно вот так или относись к малым делам как большим ну как вы понимаете пословицах и поговорках не всегда далеко не всегда смысл прямой соответствует смысл метафорическому да но тем тем они интереснее эти поговорки и пословицы следующая поговорка вот в россии говорят когда человек потратил много денег да на русском языке бесполезно говорят так выбор выбросил деньги на ветер а вот и вы врите есть поговорка с таким смыслом она звучит так гениах каспо аль кэрин ацви если ее перевести дословно то она звучит так поместить деньги на рог оленя значит венях это помещенный до ляга них ляги них так это глагол класть оставлять пускать значит венях венях помещенный каспо буквально дословно это это такое выражение состоящие из двух слов каспо кэсов шило кэсов это деньги шило это его вместе получаем каспо поместить деньги его аль на кэрин это рог еще и смысл в этом слове луч угол капитал фонд фонда аль кэрин ацви это олень аль кэрин ацви это на рог оленя поместить деньги на рог оленя гениах каспо аль кэрин ацви смысл такой выбросить деньги на ветер следующая поговорка звучит так я рад мэна хасив этой поговоркой обозначается на высоком иврите состояние банкротства вот если вы обанкротились да но обычно говорят пошут регель но вот есть высоком шут регель высоком иврите говорят я рад мэна хасив дословно снижение собственности ну что такое на хасимных из это на хасим это имущество есть такое слово банкрот мэна хасив банкрот мэна хасив а я рад это снижение я рад это существительное снижение снижение от глагола ларедит снижаться опускаться до сходить по ступенькам ларедит так следующая поговорочка вот если вы кого-то хотите умастить это не обязательно дать взятку но в том числе дать взятку ну или просто подарок какой-то до умастить кого-нибудь то для обозначения этого действия в иврите есть специальное словосочинание словосочетание то ват она то ват она что переводится как выгода и сделать приятное а кстати для слова взятка в иврите есть специальное слово но звучит как шо хад вот того то ват она это не совсем взятка да это умая умастить того это того от слова то в хороший то ват это наилучшие интересы а хана а это удовольствие есть такие состояния у человека есть такие периоды точнее когда в кармане пусто то есть нет денег вот в иврите выражение отсутствие средств звучит как хисарон кис буквально отсутствующий карман кис это карман а хисарон это недостаток хисарон кис отсутствующий карман и когда у вас нет денег вы просто говорите хисарон кис ну можно просто сказать да без этих высоких литературных изящих литературных изяществ энликесов да нет у меня денег но на красивом литературном иврите на высоком иврите это выражение звучит как хисарон кис отсутствую отсутствующий карман следующее выражение Ницан с гор Это очень красивое выражение Поэтическое выражение Почти танахическое Ницан с гор Закрытый бутон Так можно назвать девушку Которая еще не познала мужчину Ницан с гор Закрытый бутон Цветка имеется ввиду Равный наоборот Девушка Девушку которая уже раскрылась Как цветок на солнце под ласками мужчины Можно назвать Раскрытым бутоном Ницан патуах Значит слово Ницан Означает бутон Почка А с гор Лиз гор закрывать Слово с гор Затвор запор существительное Ницан Ницан с гор Закрытый бутон Патуах Открытый Ницан патуах Бутон Открытый Лифтуах Глагол Открывать Ну и последнюю на сегодня поговорку Мы рассмотрим Который звучит так Существительное паула Глагол Паулот Паулот Паулотха Это глагол паулот Плюс Отха Твои Есть награда За твои труды Ешь сахар Ле паулотха Вот друзья На этом мы закончим Сегодняшний урок Благодарю вас За внимание И до следующих встреч Субтитры создавал DimaTorzok